Если вы предполагаете, что вы уже стали тем, кем хотите стать, ваше желание сбудется, и вся напряженность по достижению этого желания будет нейтрализована. Это также является отличным способом проверить себя, действительно ли вам удалось изменить себя. Вы не будете продолжать желать того, что уже достигнуто, вместо этого вы будете благодарны за полученный подарок. Ваше желание не направлено на то, чтобы достичь его. Оно подтверждает то, чем вы уже обладаете. Это ваше предположение о том, что вы уже являетесь тем, кем хотите быть. Люди верят в реальность внешнего мира, потому что не знают, как сконцентрировать свои силы, чтобы проникнуть сквозь его поверхностный слой. Невероятно, но несложно проникнуть в этот взгляд на чувства. Для того, чтобы преодолеть завесу чувств, нам необходимо лишь сосредоточиться, то, что вы считаете реальным физическим миром, на самом деле является всего лишь миром, предполагаемым вами. Другими словами, вы и ваша мать можете по-разному определять одного и того же человека. Ваше уникальное отношение к вещам влияет на ваши чувства по отношению к ним и заставляет вас видеть в них то, чего там на самом деле нет. Если ваши чувства по этому поводу временны, их можно изменить. В случае постоянного состояния его нельзя просто отбросить. Все, что требуется сделать, это попробовать. Объективный мир исчезает, как только мы отвлекаемся от него. Нам нужно лишь сосредоточиться на желаемом состоянии, чтобы мысленно его увидеть. Однако, чтобы придать этому состоянию реальность и сделать его объективным фактом, мы должны сосредоточить свое внимание на нем до тех пор, пока оно не приобретет всю чувственную яркость и ощущение реальности. Когда наши желания кажутся нам отчетливыми и реальными, благодаря сосредоточенному вниманию, их форма становится такой же яркой, как форма природы, и мы даем им право стать видимым фактом в нашей жизни. Более 200 лет назад великий мистик Уильям Блейк написал «То, что кажется, является таковым для тех, кто видит это, и может иметь серьезные последствия для них. Сначала этот мистический шедевр может показаться слегка запутанным или просто игрой слов, но на самом деле это не так. Послушайте внимательно. «То, что кажется, является таковым для тех, кто видит это». Это простая правда о законе предположения и предостережение о возможных последствиях его неправильного использования. Автор послания к римлянам в 14 главе заявил «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в самом себе нечистого, только для того, кто почитает что-либо нечистым, для того это нечисто». Мы видим, что не самая высокая проницательность или дальновидность определяет величие человека, а его собственные представления о себе. Ведь то, что кажется, является таковым для тех, кто видит это. Недавние эксперименты, проведенные в двух наших ведущих университетах и опубликованные в газетах, подтвердили эту великую истину о законе предположения. После двух тысяч экспериментов было установлено, что то, что вы видите, когда смотрите на что-то, зависит не столько от того, что находится там, сколько от вашего предположения, которое вы делаете при этом. Каждому человеку следует найти способы, наиболее подходящие его характеру, чтобы управлять своим вниманием и сосредотачиваться на желаемом состоянии. Я лично нахожу медитацию наилучшим состоянием. Это расслабленное состояние, похожее на сон. Но при этом я все еще сознательно контролирую свое воображение и способен фокусировать внимание на ментальном объекте. Если вам трудно контролировать направление вашего внимания в таком состоянии, как медитация, то используйте состояние, похожее на сон, непосредственно перед засыпанием, и вы сможете обнаружить, что глубокое сосредоточение на объекте очень полезно. Смотрите не только на его поверхность, но сквозь него и за его пределы, особенно при рассмотрении объектов с глубиной, таких как стена, ковер или другие предметы. Расположите объекты так, чтобы минимизировать отражение, затем представьте себе, что в этой глубине вы видите и слышите то, что хотите видеть и слышать, пока ваше внимание полностью погружено в мир воображения. По окончании медитации, когда вы просыпаетесь от этого контролируемого сна наяву, вы ощущаете, будто вернулись издалека. Видимый мир, который вы закрыли, снова становится осознанным и своим присутствием сообщает вам, что вы обманули себя, поверив в реальность объекта вашего созерцания. Оставаясь верным своему видению, вы создаете устойчивый ментальный настрой, который придает реальность вашим представлениям, превращая их в конкретные факты в вашем мире. Определите свой высший идеал и сосредоточьтесь на нем до тех пор, пока не начнете считать его своим собственным. Представьте себя в роли этого идеала, почувствуйте, что вы уже являетесь им, так как это было бы, если бы вы уже воплотили его в своем мире. Даже если ваше текущее состояние опровергается вашими чувствами, настойчивое удержание этого предположения приведет к его реализации в вашей реальности. Когда вы сможете удерживать желаемое состояние в сознании, просто мысленно взглянув на людей, которых вы знаете, вы увидите, что это отличный способ проверить себя, так как ваши внутренние разговоры более показательны, чем ваши разговоры вслух. Если в ваших мыслях вы продолжаете общаться с другими так же, как делали раньше, это означает, что вы не изменили свою концепцию о себе, поскольку любые изменения в самопредставлении приводят к изменению отношения к миру. Помните, что то, что вы видите, когда смотрите на что-то, зависит не только от того, что там находится, а от предположений, которые вы делаете при этом. Следовательно, предположение об исполнении желания должно заставить вас мысленно видеть мир таким, каким бы вы видели его физически, если бы ваше предположение стало фактом. Духовный человек общается с обычным человеком на языке желания. Ключ к прогрессу в жизни и осуществлению мечтаний заключается в готовности слушать голос и безоговорочно подчиняться ему. Безусловное послушание его голосу – это мгновенное предположение исполненного желания. Желать состояния – значит уже иметь его. Как сказал Паскаль, «Вы бы не искали меня, если бы уже нашли». Человек предполагает чувство исполненного желания, а затем, живя и действуя в соответствии с этим убеждением, изменяет свое будущее в соответствии со своими предположениями. Изменение своего будущего является неотъемлемым правом свободолюбивых личностей в мире. Не было бы прогресса, если бы не божественное недовольство, которое присутствует в человеке и толкает его на все более высокие уровни сознания. Поскольку право изменять наше будущее является нашим неотъемлемым правом как сынов Божьих, давайте примем его вызов и научимся, как это делать. Сегодня, говоря об изменении вашего будущего, я хочу подчеркнуть важность истинной трансформации себя, а не просто небольших изменений и обстоятельств, которые могут вернуть нас к прежнему неудовлетворенному состоянию. Во время медитации позвольте другим видеть вас такими, какими они увидели бы вас, если бы ваше новое представление о себе стало реальностью. Вы всегда отображаете окружающим идеал, которым вы вдохновляетесь. Поэтому во время медитации, когда вы визуализируете других, представьте себя так, как они видели бы вас физически, если бы ваше представление о себе было фактом. В медитации вы отображаете то, как они видят вас, как вы проявляете тот благородный образ, которым вы стремитесь быть. Если вы предполагаете, что вы уже стали тем, кем хотите стать, ваше желание сбудется, и вся напряженность по достижению этого желания будет нейтрализована. Это также является отличным способом проверить себя, действительно ли вам удалось изменить себя. Вы не будете продолжать желать того, что уже достигнуто. Вместо этого вы будете благодарны за полученный подарок. Ваше желание не направлено на то, чтобы достичь его. Оно подтверждает то, чем вы уже обладаете. Это ваше предположение о том, что вы уже являетесь тем, кем хотите быть. Верить и быть — это неразрывное целое. Начало и его осуществление — это единое целое. И если вы верите, то все становится возможным для верующего. Вера — это уверенность в том, во что вы надеетесь, свидетельство о том, чего вы еще не видели. Если вы предполагаете, что вы тот благородный человек, которым стремитесь быть, вы будете видеть других такими, какими они связаны с вашим высоким представлением о себе. Все просветленные люди желают блага другим. Если благо для другого — это то, к чему вы стремитесь, используйте то же самое контролируемое созерцание в медитации. Представьте себе другого уже существующим или обладающим тем величием, которое вы для него желаете. Ваше желание для другого должно быть очень сильным, так как через желание вы поднимаетесь над своей текущей ситуацией, и путь от страстного желания к исполнению сокращается, поскольку вы воображаете все то, что испытали бы в реальности. Опыт показал мне, что это идеальный способ достижения моих великих целей как для других, так и для меня самого. Однако мои собственные неудачи учили меня, что я не могу полностью контролировать свое внимание. Следуя за древним учителем, я могу лишь сказать. Забывая о прошлом, иду вперед к цели, стремительно двигаясь к награде.